Ольга Дмитриевна, вы еще не успели накраситься, а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Дарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и мы всё ещё продолжаем проходить... Ретроспективу. Паяние совёнка. Погнали! И сейчас нам надо сделать выбор. Оставить Влада в покое или настойчиво его пригласить Ну и нам, короче, надо настойчиво его, сука, пригласить Да Настойчиво приглашаем Влада Нет, Владос, отказы не принимаются Но И никаких но Ты же не отстанешь, да? Ага У меня всего один патрон Чё? Да, расслабься Возможно, ты и прав Хватит истязать себя Он достал из заднего кармана револьвер и выкинул его в реку Где-то в реках Которая проплывала недалеко от нашего дома и по которой иногда плавали лодки Чёрт, последние деньги на него потратил Да иди ты, дебил! Я обнял его за плечо Я тебе помогу обустроиться Если захочешь, будешь выступать со мной Про Юлину смерть все забыли как-то Родители даже не успели прийти тогда домой, когда она повесилась Приблизительно это все заняло часа два-три Представляешь? Как сильно искажается время А про тебя никто и не спросит Хорошая перспектива Раз сам ретро-бой приглашает Он сделал важный вид Пойдём Кое-кто будет рад тебя видеть Надеюсь Поднявшись по лифту, мы зашли в квартиру Семён, это ты? Послышалось из зала Да Ну наконец-то, сколько можно ждать? Я зашёл на кухню первой Угадайте, кого я с собой привёл Все кинули на меня удивлённые глаза Твой выход Когда Влад зашёл, по полу можно было собирать челюсти всех присутствующих Охренеть! Не выражайся, тут дети Охренеть! Понятно Ты? Ну, типа да Не нужно было быть умным человеком, чтобы понять, насколько сильно эти двое любят друг друга Юля тотчас скинулась в объятия Влада Куранты начали... начинали отбивать счёт Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать С этого момента начинается новая жизнь Лучше прежней Влад с Юлей остались вместе навсегда Мы с ним сколотили группу, в которой играли ещё Мику и Алиса Благодаря нашим приключениям мы сколотили немало хитов Сочинили, может лучше звучало бы И всё благодаря Владу и Савёнку Спасибо тебе за всё Да не за что Жизнь течёт очень быстро, как водопад И этот год прошёл незаметно для нас Мы собрались у меня всё той же компанией Всё тот же Новый год Праздник прервал громкий стук в дверь в час ночи Чё стоишь, Сём? Иди открой Ладно Я подошёл и, несмотря в глазок, открыл дверь Привет Да ну! Что за нахер? Меня будто пришёпло бревном по голове Передо мной стоял чёртов Толик Кажется, у меня начали отказывать слух, зрение и всё до цвете Возьми себя в руки Савёнок раскололся, но не полностью А на сотни других Савёнков Откуда повырвались сотни ваших копий? Я не понимаю Мне нужен Влад Он создал Савёнок, но он его разрушил Но что-то пошло не так Влад! На мой крик сбежались все А вот это конкретно не смешной прикол Ещё кто-то придёт Я думала, Толя умер Я тоже Господи, что случилось? Влад Бля! Не может быть! Савёнок жил А вместе с ним и все копии всех Семёнов И его девушек вырвались на свободу Ваш мир Я метал все непонимающим взглядом То на одного, то на другого Это приведёт к разрыву горизонта событий И тогда... Тогда пиздец всего живому на этой планете! Вот если вкратце Влад достал телефон из кармана И начал нервно что-то перебирать Нет! Не может! Где же загвоздка? Я пригласил всех за стол Влад ходил вокруг комнаты По кругу комнаты А Юля пыталась его успокоить Погоди, может оно само рассосётся? Влад посмотрел на неё Посмотрел так, что Юля поняла Что ей лучше молчать Раздался гром Матерь Божья! Как громко! Влад подбежал к окну Началось Все подбежали к окну за ним Все в страхе прижались Прижались друг к другу и задрожали Перед нами стояли ворота Савёнка! Их было сложно сосчитать Просто множество комий ворот Которые стояли как Лего И снег каким-то образом весь исчез Семён Сказал Влад не отрываясь Ты готов? Отдать жизнь за спасение мира Только тебе вряд ли кто-то скажет спасибо Лучше умереть героем, чем жить трусом В сопля жуистве тебе нет равных Пошёл ты! Он улыбнулся Из ворот Савёнков начали выходить пионеры Ульяна, Славя, Алиса, Лена и Ольги Их было тысяча! Или больше! Их что-то вело Толик, Семён, за мной! Он подбежал к Юле и поцеловал Выбежал, мы за ним Берегите себя Что будем делать? Спросил я в попыхах Когда мы добежали до ворот То, что мы можем лучше всего Бить морды! На его лице появилась Дьявольская улыбка Я никого не подпущу в наш мир! Как только мы подошли К воротам Савёнка Оттуда вышла Славя БОЖЕ! Это была не та Славя То есть Это вообще не человек Какое-то вообще неспособное Неспособное к жизнедеятельности А, такое вообще не способное к жизнедеятельности Всё тело в ранах и крови Руки оторваны Один глаз вырван Хуйся Это была не та Славя То есть Это вообще не человек Такое вообще не должно Не способно к жизнедеятельности Всё тело в ранах и крови А, я сдержался Чтобы не вырвать Из её уст вырвался Очень мерзкий Хриплый голос Привет Ты, наверное, новенький Об этом вышло ещё одно Славя Привет Ты, наверное, новенький И ещё Привет Ты, наверное, новенький Да заткни хлеборезку Недоразвитая Цикл выходящих Славь Нарушил Влад И оно и понятно Не очень приятно Видеть, как из ворот Выходит один и тот же человек Причём такой раздражающий Что ты сказал? Что ты сказал? Что ты сказал? Их глаза стали красными Опа Шурик У нас тут грубиян Шурик У нас тут грубиян Шурик У нас тут грубиян Каждое их слово Отражалось в мозгу Противным скрежетом Из ворот вышло Три Шурика Фу, бля Мда Ну и уродцы Это были не те Шурики Которые умерли От руки Влада Только живые С арматурами в руках Влад Спокойно, Сём Смотри и учись Первый и последний раз показываю Дальше сам Влад размял руки И похрустел пальцами Вдох Все три Шурика Стали бежать на Влада Замахнувшись арматурами Влад Выдох Все действие Происходило Будто в вспышке Толя стоял Как и я И смотрел Девочки Выглядывали В окно А Влад Влад побежал Прямо на них С голыми руками На расстоянии Одного метра Влад присел И сбил с ног Всех троих Будто кегли Страйк Мразичка Стоя Он подбежал К первому И со всего размаху Ударил его Ногой в лицо Голова этого Шурика Раскололась Как арбуз К этому Никогда не привыкнешь Подавив Рвотный рефлекс Из-за того Что на нас На нас смотрят И не хотелось Позориться Я Побежал К правому Шурику И попытался Проделать Тот же трюк Вышло не очень Я его даже Не вырубил Ударом Удар Арматурой По ноге Заставил Меня упасть Я вижу Как на меня Летит Шурик С арматурой Прямо Как в заброшенном Лагере Я был готов Принять Свою судьбу Однако Кто-то Остановил Арматуру Толя Две ноги Судя по всему Влада Влетели В Шурика И оторвали Его голову Да что ж Такое Надо держаться Удар Из головы Влада Фонтаном Потекла Кровь Ай сука Больно же Ты чмо Влад сунул Руку Шурику Врасмаратый Живот И выдернул Кишки И желудок Шурик Упал Тем временем Кровь перестала Идти Из головы Влада Фух Подарок От цовенка Хорошо быть Бессмертным Конечно Но нужно Быть осторожным Это уже Слишком Я вырвал Ахахаха Все в порядке Сеня Не стесняйся Тут все Свои Толик Не подал Никакой Эмоции Славе Начали Идти На Влада Тот Уложил Каждую Ударом В челюсть Нос И висок Как Домино Я же Проверил Каждую Ударами Ногой По голове Да ты Опасный Человек Он Рассмеялся Да иди ты Это На всякий Ну ну Мы подошли К воротам Оттуда Послышался Голос Ольги Дмитриевны Только Их было Много И они Эхом Раздавались По всей Улице Это Чертовски Странно Но Выглядело Красиво Небо Черного Цвета С Красными Прожилками Сзади Наш Реальный Мир А Спереди Савенок Пугала И Притягивала Одновременно Сама же Ольга Дмитриевна Точнее Еще Она Которая Осмелилась Выйти К нам Направилась Прямиком На нас Фу Это Ужасно Ольга Дмитриевна Вы Еще Не Успели Накраситься Остром Она Была Бледного Цвета Вместо Глаз Черные Впадины Рот Слипшийся И Весь В крови Мерзость Влад Было Собирался Вмазать Ей Не Уступишь Он Сделал Реверанс Пожалуй Я Размахнулся И Что есть Силы Вмазал Вожатой В челюсть Челюсть Выпала Вожатая Набросилась На меня Из ее рта Хлистала Темная Кровь Я ударил Ее Еще раз И она Упала Ногой Я Окончательно Ее Добил И Еще раз Вырвал Побереги Силы Он Похлопал Меня По плечу Все Непременно Через Некоторое Время Голос Ольги Которое Было За Воротами Стал Яснее Пароль Че Ту же секунду с неба послышался громкий треск, и во Влада ударила молния. А-а-а! Мы все встали в оцепенении. Меня будто самого пронзило этой молнией. И криком Влада. Твою мать, как же больно! А-а-а! Влад! Сзади раздался надрывной голос Юли. За ней бежали все остальные. Кроме парней и самих девушек. Юля подбежала и обняла Влада. Алиса обняла меня. Все же остальные лишь жалобно смотрели на нас. Все, кроме Лены. Ее не было. Они! Они пропали! Наши парни! Мику заплакала и уткнулась в плечо Славе. А Лена! Лена не выдержала и... и... Закрылась в ванной и перерезала себе горло. Нахуя! К горлу подступил огромный ком. Вот же! Я был в растерянности. Влад в полусознании лежал на коленях. Стоял на коленях. Юля его обнимала. Алиса плакала у меня на плече. Все остальные просто стояли в истерике. Лишь у Толи были пустые глаза, но оказалось, и он готов выйти из себя. С... С... Семен! Сказал Влад, поднимаясь с колен. Савенок объявил нам войну. Я больше не могу им управлять. Я чувствую. Чувствую, что кто-то мешает мне. Юля помогла ему идти. Мы сели на пересечении нашего мира и мира лагеря. Его отделяла тонкая красная линия. Которая сияла кровавым светом. Савенок перестал подчиняться мне. Кажется, есть кто-то, кто сильнее создателя Савенка. Кто? Я не могу понять. Да Юра же, блядь, это так понятно-то. Я не могу понять. Да и мы кого-то забыли. Кого-то здесь не хватает. Кого-то, кого мы забыли взять с собой. Погоди. Может ты говорил, что все, кто есть в этом лагере, когда-то мертвые люди? Может ты говорил, что... Может... Тебе вспомнить? Ну! Свою смерть! Все странно посмотрели на меня. Юля нахмурилась. Нет, сейчас не время. Да, он прав. И Влад перебил ее. Нужно вспомнить каждую деталь. До и после. Нужно вспомнить пароль. Он положил пальцы на виске. Несколько лет назад. Двадцать четыре часа до катастрофы. Нам назначили стрелу два парня из параллеля. Мы шли с уроков за угол школы. Завтра у Юли день рождения. А я до сих пор без понятия, что ей подарить. Есть идеи? Не, не ма. Безразлично ответил Юра. Тебя действительно сейчас только это волнует? А что еще? Переживаешь насчет этих затупков? Не сэвком пот! Я им вмажу, а ты камнями в них покидаешь! Мы посмеялись. Спасибо еще раз, что вступился за меня. Вряд ли бы я оселил даже одного из них. Да не парься, вмажем им по самые помидоры! У меня вообще кроме тебя и Юли больше никого нет. Родители в последнее время цапаются. Им не до меня. Так что я только рад. Только. Юра остановился. Только не забывай, что ты со мной знаком почти всю жизнь. А Юля к нам перешла год назад. И вы с ней встречаетесь только 4 месяца. Не забывай, что мы друзья, а не здрасте, до свидания. Он отвел взгляд. Не, Юрасик. Ты мне не друг. Ты мне брат. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да иди ты со своими цитатками. Он толкнул меня в бок. Да ладно тебе, я серьёзно. Братанов на сиськи не меняют. Я обнял его за плечо. Я всё прекрасно помню и хочу, чтобы ты тоже помнил, что девушка не может заменить друга. Ну а друг тоже девушка заменить не может. Если они не геи, конечно. Не об этом речь. Думаю, ты понял. Я весело толкнул его в бок. Юра тоже заметно взбодрился. Ладно, ладно. Давай наваляем этим толстожопом. Ха-ха. Юху. Рок-н-ролл, мать его. Мы вышли за угол. Ух, твою мать. Там стояло около шестнадцати человек. Не-не-не-не, Юрец. Тут надо действовать по-другому. Думаешь о том же? Ага. Бежим! Мы рванули с места к Юре домой. Те тупицы за нами. Благо, они не такие быстрые, как мы. И нам удалось убежать. Избежать избиения. Через двадцать минут мы были уже в подъезде у Юры. Он позвонил нам в дверь. Он позвонил в дверь. Нам открыла его сестра Женя. Стоп. Женя? Заткнись. Все расскажу, только не перебивай ход мыслей. Ладно. Чего такие запыханные? Кросс нафи зре сдавали. Да, Женюха. Что-то вроде того. Сказал я, отдышавшись. Еще раз так меня назовешь, будешь не Владом, а Владой. Ух. Пощади, человек-библиотекарь. Она покраснела от злости. Да все, все. Остань. Дай нам войти. Или ты куда-то собралась. Собиралась. Собиралась она или не собиралась, мы узнаем уже в следующий раз. А на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok